Ввиду того, что в последние годы изрядно подпорченные отношения с одной обиженной сверхдержавой, вопрос транспортировки российских углеводородов в Европу серьезно осложнился. Снабжение газом жо-автоблакетной сверхдержавы всегда было сопряжено с неплатежами, а перекачка газа через них с регулярным воровством. Плюс теперь все это стало для нас неправильно, еще и с идейных позиций. Спонсировать транзитными платежами государство, главари которого открыто нас ненавидят, политика по меньшей мере недальновидная. На данный момент без газопроводов типа «Союз» или «Прогресс», проложенных по территории Незалежной, нам не обойтись никак. Однако попытки решить вопрос предпринимаются. Например, в 2011 и в 2012 годах заработали две нитки магистрального морского газопровода «Северный поток», по которым газ прет из Ленинградской области прямиком в государство Германия. Украины с Прибалтикой, обожающие зарабатывать деньги на транспортировке газа из притесняющей их России, не сильно радовались появлению «Северного потока» и даже публично выступали против. Однако выяснилось, что немцы тоже не одобряют воровство купленного ими газа. Учитывая, что воровать газ со дна Балтики пока не научились даже потомки древних укров, вопрос был решен положительно. Существует и проект второго Балтийского газопровода «Северный поток-2», который позволит жителям Берлина и окрестностей получать ещё больше отечественного газа в ущерб воровским интересам фанатов Бандеры и Шухевича. Однако исторически сложилось так, что природный газ добывают не только в России. Например, газом торгует расположенное с другой стороны глобуса государство США. Американский газ на европейском рынке вряд ли может быть дешевле российского, ну по целому ряду причин. Среди которых главное – тащить его в Европу приходится через гигантский океан. Ну и, конечно, перевозка сжиженного газа в танкере куда затратнее, чем транспортировка по трубе. Казалось бы, невидимая рука европейского рынка даёт статуе свободы вполне понятный сигнал. Ваш газ – не для нас. Но у статуи свободы тоже длинные руки, причём местами изрядно волосатые. И она не стесняется действовать методами далёкими от так называемой честной конкуренции. 30 ноября парламентом Дании, в территориальных водах которой должна быть проложена труба, одобрен важный законопроект. Он позволит наложить на строительство Северного потока-2 в датских водах категорический запрет из соображений внешней политики безопасности и обороны. Ну, труба ведь будет проложена прямо из путинского мордора, а значит, это труба-агрессор. Разумеется, такие формулировки датский парламент придумывает не самостоятельно. Дании как государству от русского газа сплошная польза, но у владельцев американских месторождений своё понимание пользы и целесообразности. Первый заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников охарактеризовал датскую законодательную инициативу как победу лоббистских коммерческих интересов США. Ну, разумеется, в одиночку Дания с Северным потоком-2 справиться не сможет. Может только принудить строителей к увеличению его протяжённости, а значит, к дополнительным затратам на постройку и эксплуатацию. Но есть мнение, волосатые щупальца Статуи Свободы удивят и нас, и жителей Германии ещё не раз. Кстати, не так давно американцы привезли на здоровенном газовозе хороший дорогой американский газ. Ну, правда, потом оказалось, что сначала хитрые янки купили его у норвежцев, потом накинули свою долю и уже после этого впарили с счастливым литовцем. Дорого стоит независимость от тоталитарного русского газа.